Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас к 17 главе книги Исхода. В 17 главе довольно четко различаются две части, первая и вторая. В первой части рассказ идет о еще одном ропоте израильтян, еще одном случае, когда израильтяне ропщут и упрекают Моисея в том, что он вывел израильтян из Египта, не, так сказать, обеспечив всю логистику снабжения. Народ пришел в некое место, расположился станом в Рифидиме, и не было воды пить народу. Ну, собственно говоря, ничего особенного удивительного в этом нету, поскольку дело происходит в пустыне. Там, понятное дело, с водой большие трудности. Ничего особо удивительного и какого-то экзотического в этом нет. И, конечно, да, мы понимаем, что когда огромное количество людей из скота в одном месте собраны, и при этом им нет воды, это очень тяжелая и опасная ситуация с самых разных точек зрения. И вот не слишком удивительно, что народ укорял Моисея и говорил «дайте нам воды пить». Но при этом автор книги «Исхода» скорее имеет в виду вот какую картину. С его точки зрения народ укоряет Моисея потому, что не дерзают укорять Бога. Собственно говоря, ведь это Бог был инициатором исхода из Египта. Это Бог вывел народ из Египта, защитил его от фараоновой погони и спас его. Моисей сам по себе, не будучи исполнителем божьих повелений, едва ли мог что-либо сделать подобное. И вот Моисей говорит «что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» И народ роптал, говоря «зачем ты вывел нас из Египта уморить жажду нас и детей наших?» «Зачем ты вывел нас из Египта?» Вот в истории исхода, да и, пожалуй, потом, некоторое, по крайней мере, время после водворения в Святой Земле, вот эта мысль в рассказах разных авторов очень часто присутствует, что лучше быть без Бога и в рабстве, но при каком-то там минимальном обеспечении необходимым и привычным, чем выйти на свободу, где самим приходится за все нести ответственность, и где люди сталкиваются лицом к лицу с разными природными, по большей части, обстоятельствами, что выбирает народ – Бога и свободу или безбожие и рабство. И вот оказывается, что выбор этот совсем не так очевиден. Здесь, между прочим, традиция тех, кто сохраняет, записывает, систематизирует и компилирует предания, идущие от Моисея, позиция отчасти сближается с позицией многих пророков, которые говорят часто от лица Господня и от своего собственного лица, что народ Божий вовсе не представляет собой такие стройные благолепные ряды благочестивцев, которые сами собою всегда стремятся к Богу и выбирают волю Его. Нет, нет, это совсем не так. И, может быть, история жизни в законе, история ветхозаветных событий в первую очередь нужна для того, чтобы люди могли очистить свои сердца вот от такой склонности к ропоту. Но это, еще раз повторю, мнение многих пророков и мнение авторов и составителей книги «Исхода». Поэтому они обращают внимание на эти случаи ропота, поэтому они говорят об этом достаточно подробно и не только не прячут эти, в общем, неприглядные факты, по крайней мере, неприглядные для читателя, но и специально акцентируют на этом внимание. Народ Божий с большим трудом соглашается следовать за Богом, и жизненные трудности, серьезные, которые встречаются им на пути, действительно заставляют их серьезно колебаться. И вот Моисеева запил Господу и говорит, что мне делать с этим народом, что мне делать с народом всем, еще немного, и побьют меня камнями. Не забудем также, что огромная толпа людей, огромная толпа людей по свидетельствам авторов исхода порядка 600 тысяч человек. Историки, как правило, историки, исследователи Библии, как правило, все же думают, что эта цифра завышена раз в 10, но, тем не менее, даже если из шедших из Египта людей было около 50 тысяч, здесь точность совершенно невозможна никаким образом. Все равно это огромное общество, в котором пока еще нет более или менее упорядоченной структуры, системы взаимоотношений, определений того, кто главный, кто за что отвечает. В сущности, есть только Моисей и несколько его ближайших сотрудников. И в следующих уже главах мы увидим, как проблемам стоит во весь рост. Здесь же получается, что вот эта малоструктурированная толпа, еще не превратившаяся в социум, в общество, в общем, конечно, склонна к бунту бессмысленному и беспощадному. И поэтому вот эти слова Моисея еще немного и побьют меня камнями. не выглядят странными. С одной стороны, кажется, что Моисей – огромный авторитет, тот, кто вывел, тот, кто спас, тот, кто совершал множество чудес, но тем не менее, вот и он не является достаточным авторитетом во всей этой ситуации. Господь отвечает Моисею и говорит ему взять жезл и в некоем месте ударить жезлом в скалу, и из этой скалы пойдет вода, источник откроется. Некоторые думают, что это некое там объяснимое физическое событие каких-то скоплений водоемов в расщелинных скал, другие полагают, что речь идет о несомненном чуде, которое Бог совершает в том месте скалы, куда Моисей ударяет жезлом и где от этого забьет источник. Ну, всерьез, конечно, трудно сказать. Факт заключается в том, что этот источник, источник воды рождается там, где Моисей ударяет жезлом в скалу, и место это получило название Маса и Мерива. Укорение, укорение, место, где народ искушает Бога. В некоторых псалмах тоже мы обнаруживаем упоминание Меривы как вот такого места позорного для народа ропота на Бога. Так или иначе, вот проблема питьевой воды, проблема воды на некоторое, по крайней мере, время вот в этом месте решена, но оказывается, что также израильтяне сталкиваются в пустыне и с другими проблемами, в частности с племенами, которые вовсе не рады пришествию этой огромной толпы в их пустыню, в которой они перед этим невозбранно, как считали нужным, пасли свои стада. А тут десятки тысяч людей, при них ведь еще и огромные стада, которые они вывели из Египта. И вот некие амаликитяне приходят и воюют. Пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Вот такое событие, несколько неожиданное. Впервые здесь на сцене, так сказать, появляются окрестные племена, которых на самом-то деле много, и борьба с которыми, трудные взаимоотношения с которыми будут составлять содержание еще значительной части исторических повествований Ветхого Завета. Вот амаликитяне, некий языческий народ, вероятнее всего тоже семит, и хотя, конечно, утверждать это с уверенностью трудно, ну и представлявшие собой достаточно серьезную вооруженную силу. А ведь в этой многотысячной толпе израильтян и старики, и женщины, и дети, и вовсе не вся эта огромная толпа способна сражаться. И поэтому Моисей говорит Иисусу Новину, выбери нам мужей сильных, пойди сразись с амаликитянами. Ну хорошо, Иисус Новина это делает, набирается некое войско из мужей сильных, которые в состоянии вступить с амаликитянами в битву. Но, собственно, для авторов рассказа важно другое, не то, что вот там Иисус Новин, как полководец, участвует в этом сражении. Вот смотрите, Моисей говорит Иисусу, завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. Тоже неискушенный читатель. Если он впервые и медленно крупным шрифтом написанную, просматривает эту книгу, просматривает этот свиток, можно предположить, что, как это было в Египте, Моисей прострет жезл, и образуется какая-нибудь то ли саранча, то ли море, то ли что-нибудь еще чудесное, или какие-нибудь мухи и жабы, при помощи которых будут побеждены эти неожиданно оказавшиеся на пути враги. Но нет, нет. Спасение израильтян здесь совершается по-другому. Это уже не случай исхода, когда чудеса были жизненно необходимы для того, чтобы народ почувствовал на себе руку Господню. Здесь вот Моисей и Ор восходят на вершину холма, и Моисей молится, глядя с этой вершины холма на ту местность, где происходит сражение. Моисей молится, воздевая руки к небу. И это довольно обычная для того времени форма выражения молитвы, воздетые к небу руки. Но те, кто молится таким образом, знают, что это довольно трудно, особенно для немолодого человека, держать руки воздетыми к небу долго. И вот рассказчик сообщает читателю, что когда Моисей поднимает руки, одолевает Израиль. Когда Моисей опускает руки, одолевает Амалик. Опускает он их, потому что у него нет сил их держать воздетыми все время. Кстати, надо полагать, что выражение «опустить руки» и оно как раз от этого текста и происходит. Итак, необходимо, чтобы Моисей молился. Для этого необходимо, нужно, чтобы воздеты были его руки. Так это видит предание. Современный человек в этом месте несколько удивляется, потому что по ходу истории, в том числе истории христианской, мы привыкли, что молитва, возможно, вообще без какого бы то ни было внешнего выражения. Мы вполне способны стоять или сидеть, или еще какое-то положение занимать, молча и неподвижно, и при этом в сердце молиться Богу. Обратите внимание, это важная такая деталь, древние не очень хорошо знакомы с тем, что мы сейчас назовем там сердечной молитвой, или умной, или как-нибудь еще тем, что для современного человека вещь вполне обычная. Нет, для древнего человека молитва – это некоторый разговор с Богом, который затрагивает или вовлекает в себя все человеческое существо, в том числе и тело. Поэтому она не только произносится умом и сердцем, но чаще всего произносится устами, также вслух, и при этом необходимы те или иные жесты, которые тоже выражают эту самую молитву. Вот из этого взгляда исходит автор этого рассказа. И вот он говорит о том, что когда Моисей опускает руки, стало быть, молитва его ослабевает, вот одолевает Амалик. Что было для автора важнее? Показать ли читателю значимость Моисея, то, что сила молитвы именно Моисея поддерживает израильтян, или это речь о силе молитвы вообще, по самому рассказу заключить довольно трудно. Читатели христианские, современные, да и средневековые тоже, больше все же склонны думать, что речь идет о силе любой молитвы, как если бы на месте Моисея мог быть любой другой святой, который тоже бы молился и тоже, так сказать, с тем же результатом. Наоборот, более древние, иудейские в частности, толкователи скорее склонны думать, что все-таки дело в Моисею. Так или иначе, вот смотрите, Аарон и Ор берут камень, сажают Моисея на камень и поддерживают его руки с двух сторон. Несколько искусственная для современного читателя ситуация, механическая. Еще раз повторю, что мы в этой ситуации просто опустили бы руки, сели бы и продолжили молиться. Вот для древних израильтян и Моисея во времени, где берет начало это предание, и позднейших эпох, это не так. Надо, чтобы вот руки были воздеты. И таким образом соратники, сотрудники Моисея помогают ему в этой молитве. И были руки его подняты до захождения солнца. И Иисус Навин не изложил, а моли-ка и народ его острием меча. И на это тоже, конечно, стоит обратить внимание, поскольку современный читатель нередко находит неправильным то, что в исторических событиях Моисеевой эпохи или последующих эпох так много вооруженного насилия. Современный читатель, ну, скажем так, мягко, в силу некоего наивного прекраснодушия думает, что, ну, вот как-то иначе это должно было бы быть. Конечно, это должно было бы быть иначе в неповрежденном мире. Но события исхода происходят вот в том человеческом мире, в котором мы все живем. И последняя важная деталь в этой главе то, что Господь говорит Моисею «Напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу на вину, что я совершенно изглажу память о Маликитя». Итак, здесь дается повеление Моисею записать некие исторические события. Где-то здесь берут, видимо, начало и исторические хроники, которые, собственно говоря, в повествовании исхода только подразумеваются, а составляются и систематизируются тоже значительно позже. «Напиши сие для памяти в книгу». Скептики нередко говорят о том, что вообще-то в это время не существует старофиникийского или финикийского алфавита, квадратного письма, и древний еврейский язык в это время еще является неписьменным. Ну, может быть, хотя археологи обнаружили и другие формы письма, которые могли использоваться сенитами в Египте, упрощенное иероглифическое письмо и так далее, как раз вот в ту эпоху. Важно не только то, каким именно образом и в какую такую книгу Моисей записал это, а важна сама идея, что исторические предания тоже являются важной частью, важной частью конституирующего нарратива. Речь идет не просто о победах там над какими-то племенами или сменах правителей и так далее, которые вот произошли и произошли. И все это часть попечения Бога о своем народе. Поэтому важна и поэтому не должна быть утеряна. Ну и, кроме того, Моисей устраивает в этом месте жертвенник Господу в память о том, что здесь Господь даровал Израилю победу над враждебным народом, преграждавшим ему путь суету и землю. Субтитры создавал DimaTorzok